Единый государственный экзамен по математике, задание номер 17. Пенсионный фонд владеет ценными бумагами, которые стоят t квадрат тысяч рублей в конце года t. В конце любого года пенсионный фонд может продать ценные бумаги и положить деньги на счет в банке. При этом в конце каждого следующего года сумма на счете будет увеличиваться на 20%. В конце какого года пенсионному фонду следует продать ценные бумаги, чтобы в конце 30-го года сумма на его счете была наибольшей. Составим функцию f от t, через которую выразим сумму на счете через 30 лет. Тогда f от t будет равно, где t это количество лет, в течение которых ценные бумаги не продавали. Тогда f от t будет равно t квадрат умножить на 1,2 в степени 30 минус t. Почему именно такая формула представляет собой сумму на счете через 30 лет? Итак, нам даны 30 лет. Из этих 30 лет, t лет, ценные бумаги не продаются. После этого они будут проданы и оставшиеся 30 минус t лет, они будут на счете в банке. И каждый год на них будут начисляться, именно в течение 30 минус t лет, каждый год на них будет начисляться 20% годовых. Что это значит? Это значит их стоимость будет увеличиваться в 1,2 раза. Почему? Потому что после того, как мы через t лет эти бумаги продадим, их стоимость будет равна t квадрат тысяч рублей. Если мы положим эти деньги в банк, то через год стоимость повысится на 20%, то есть станет равна 120%. 100% была первоначальная стоимость, да плюс еще 20% получается 120%. Это значит добавить 20% это все равно, что найти 120% от того, что было первоначально. Как найти 120% от числа t квадрат? Надо перевести 120% в десятичную дробь, это будет 1,2 и умножить на t квадрат. Это значит, что через год t квадрат, то есть стоимость ценных бумаг, вот эта сумма, будет увеличена в 1,2 раза. Это как раз и означает увеличение данной суммы на 20%. А что будет через 2 года? Через 2 года надо уже новую сумму умножить еще раз на 1,2. А что будет через 3 раза? Надо будет еще раз умножить на 1,2 и так далее. То есть, вот это количество лет, получается, будет представлять собой степень вот этого числа. То есть, если 2 года храним, надо 1,2 возвести в квадрат. Если 3 года храним, то получается 1,2 возвести в квадрат. И таким образом, так как мы храним 30 минус t лет, то 1,2 нужно возвести именно в эту степень. Таким образом, функция найдена и теперь нам необходимо составить условие, при котором эта функция будет принимать наибольшее значение. Пусть f от t при каком-то конкретном t принимает наибольшее значение. Тогда, если мы увеличим срок хранения хотя бы на 1 год, то сумма уже станет меньше. А если мы, наоборот, уменьшим на 1 год срок хранения ценных бумаг, то сумма все равно будет меньше. То есть, получается, что f от t, если эта сумма максимальна, то f от t должно быть больше, если вдруг мы увеличим срок хранения на год. То есть, больше, чем f от t плюс 1. И f от t будет больше, чем если мы уменьшим срок хранения. f от t минус 1. То есть, нам необходимо решить вот эту систему в целых числах. Попробуем решить данную систему в целых числах. Что такое f от t? f от t вот она у нас. То есть, именно это число мы должны записать в левую часть первого и второго неравенства. Перепишем. То есть, у нас получается t квадрат умножить на 1,2 в степени 30 минус t больше, чем f в точке t плюс 1. Как найти f в точке t плюс 1? Надо вместо t подставить t плюс 1. И тогда мы найдем как раз вот эту нашу функцию f в точке t плюс 1. Тогда у нас получится t плюс 1 в квадрате. t плюс 1 в квадрате умножить на 1,2. И отдельно посчитаем 30 минус, а вместо t, то есть, 1,2 будет у нас в степени 30 минус, а вместо t подставляем t плюс 1. Раскрываем скобки, получается 30 минус t до минус 1. Получаем 29 минус t. То есть, вот здесь у нас в степени будет 29 минус t. Первое неравенство составили. Второе неравенство. t квадрат умножить на 1,2 в степени 30 минус t будет больше. Вот я переписал для второго неравенства f от t. Будет больше, чем значение функции при t минус 1. Это значит, вместо t подставляем t минус 1. t минус 1 в квадрате умножить на 1,2. И вот теперь 30 минус в скобках t минус 1. Раскрываем скобки. У нас получается 30 минус t плюс 1 будет 31 минус t. В степени будет 31 минус t. Система составлена. Решим отдельно каждое неравенство. Решим вначале первое неравенство. Тогда для решения первого неравенства разделим обе части первого неравенства. Даже вот можно подробно это записать. То есть, разделим обе части первого неравенства. t квадрат умножить на 1,2 в степени 30 минус t. Мы поделим обе части на 1,2 в степени 29 минус t. Тогда знак неравенства не поменяется, потому что это число строго положительно. Если при делении на положительное число знак неравенства не меняется. И в правой части у нас получается t плюс 1 в квадрате умножить на 1,2 в степени 29 минус t. В правой части сокращаем, а в левой части делим. При делении показатели степени вычитаются. Нам необходимо 30 минус t вычесть 29 минус t. 30 минус 29 будет единица, а минус t до плюс t будет 0. То есть, в результате деления у нас получается в левой части t квадрат умножить на 1,2. Запишем 1,2 на t квадрат. Коэффициент впереди запишем. Будет больше, чем t плюс 1 в квадрате. Раскрываем скобки в правой части и переносим все в левую сторону. Тогда получаем 1,2t квадрат минус t квадрат минус 2t минус 1 больше 0. Приводим подобные слагаемые 0,2t квадрат минус 2t минус 1 больше 0. И умножаем обе части на 5, чтобы избавиться от дробного коэффициента при t квадрат. Тогда у нас получается t квадрат минус 10t минус 5 больше 0. Так, теперь нам необходимо решить данное неравенство. Сначала просто его решим, а потом мы решим систему в целых числах. То есть, в результате у нас получается найдем корни через d1. Ну или дискриминант можно брать или d1. Нам удобнее d1, то есть d деленное на 4 взять, потому что коэффициент при t четное число. То есть, получается d1 равно это b на 2 в квадрате. d1 равно b на 2 в квадрате. Это будет 5 минус ac. Да, нет, 5 в квадрате это 25. 25, 25 и минус ac. То есть, будет плюс 5. Получается d1 равно 30, а значит корни t первое второе равны минус b на 2. Так, минус b на 2 это получается 5 плюс минус корень из 30, деленное на а, на единицу. Все, корни мы нашли. И осталось только, вот можно показать на числовой оси наше решение. То есть, корни у нас выкалываем 5 минус корень из 30 и 5 плюс корень из 30. И нам необходимо выбрать ту часть параболы, которая находится в верхней полуплоскости, потому что у нас левая часть, вот это наш квадратный трещин, должен быть строго положительным. Это значит мы выбираем края. Решение найдено. Далее найдем решение второго неравенства. Вот у нас оно второе неравенство. Решим и найдем его решение. Тогда, что мы получаем во втором неравенстве? Во второе неравенство мы делим обе части на 1,2 в степени 30 минус t. Делим обе части второго неравенства на 1,2 в степени 30 минус t. Тогда в левой части получаем t в квадрате больше, чем t минус 1 в квадрате умножить на 1,2 в степени. Да, в первой степени. Все, больше ничего не делаю. Так, раскрываем скобки и все переносим в правую часть. В правую часть. То есть начну переписывать правую часть. После раскрытия скобок и умножения на 1,2. Получается 1,2t квадрат минус удвоенное произведение. Это будет 2t, да еще на 1,2. Это получается 2,4t. И плюс единица, то есть плюс 1,2. Переносим t квадрат влево со знаком минус. Минус t квадрат получается меньше нуля. Приводим подобные слагаемые. У нас тогда получается 0,2t квадрат. Остальное пока перепишем. Минус 2,4t плюс 1,2 меньше нуля. Далее. Умножим обе части на 5. Тогда получаем квадратное неравенство t квадрат. Минус умножаем на 5. Получается 12t плюс 6. Меньше нуля. Получили еще одно квадратное неравенство. Тоже решим. D1 равно b на 2 в квадрате. Это 36. Минус ac. То есть минус 6. Дискриминант также равен 30. А это значит t первое второе равно минус b на 2. Это получается 6. Плюс минус корень из 30. Точно так же покажем решение на числовой оси. Значит у нас парабола ветви вверх. Но теперь мы должны выбрать среднюю часть этой параболы. То есть так ту часть, которая находится в нижней полуплоскости. У нас получается минус плюс плюс. Корни показываем. Это у нас 6 минус корень из 30. 6 плюс корень из 30. И вот то, что находится между корнями, нас устраивает. Нам нужно найти пересечение этих промежутков. Пересечение. Кстати, учитывая, что t больше либо равно единице по условию. Вот здесь по условию сказано, что t принадлежит множеству натуральных чисел. То это значит мы вообще левые концы можем отбросить. Почему? Потому что можем заметить, что вот эти левые концы меньше единицы. И в первом случае, и во втором. А значит нас устраивать будут только пересечения вот этих промежутков. Вот этой части. Вот этой части. То есть получается у нас... Ну сейчас сначала найдем пересечение, а потом найдем общее решение. Что является пересечением? Пересечением является с учетом... Сразу давайте запишем. То есть с учетом того, что t больше либо равно единице, у нас получается в пересечении... Так, я запишу. t должно находиться в промежутке от 5 плюс корень из 30. t будет находиться в промежутке от 5 плюс корень из 30 до... Вот так, меньше, t больше и до 6 плюс корень из 30. И теперь надо посмотреть, попадает ли в этот промежуток какое-нибудь целое число. Одно или два. Сейчас надо посмотреть. Скорее всего должно попасть одно какое-то целое число. Как определить, какое целое число попадает именно в этот промежуток? Вот данное число, это корень из 30, это число, которое больше 5. Почему? Потому что 30 находится между числами 25 и 36, из которых корень извлекается. То есть получается между числом 5 и числом 6. Это значит, что левое число будет равно... Ну, больше, скажем так, оно будет больше 10, но меньше 11. А правое число у нас будет больше 11. Вот, чтобы это увидеть, можно заметить следующее. Если мы сейчас возьмем число 11, то мы можем заметить, что число 11 можно представить двумя способами. То есть 11 можно представить как 5 плюс корень из 36. А это означает, что число 11, вот в таком виде, если мы его представим, оно находится правее вот этого числа. Почему? Потому что 36 больше 30. И точно так же можно представить число 11. Тоже давайте это запишем. Число 11 с другой стороны можно представить как 6 плюс корень из 25. То есть так тоже можно число 11 представить. А это означает, что это число находится слева от вот этого правого числа. Вот в этом нашем двойном неравенстве. Отсюда следует, мы отсюда можем записать, что между именно этими числами находится только одно целое число, которое равно 11. Вот так и запишем. То есть 11 находится именно в нужном нам промежутке. Число 11 находится именно в нужном нам промежутке. А это означает, что число t равно 11. Почему? Потому что f от t, мы в самом начале записали, принимает наибольшее значение. Таким образом пишем t равно 11. А это значит, что в ответ нам нужно записать число 11. Пишем ответ. Ответ 11. Задача решена. Кто задачу понял, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал.